В Брестской таможне для молодых сотрудников и их наставников, а также для студентов, которые хотят связать свою жизнь с таможенным делом, прошла экскурсия по исторической экспозиции таможни. Мероприятие проходило в рамках наставничества, которое уже давно устоялось, как рабочий механизм взаимодействия опытных сотрудников и новоиспеченных. Благодаря такому синтезу, молодые специалисты под контролем старших коллег изучают таможенное законодательство и его применение на практике, а также приобретают нужные им навыки. За эти полгода я ознакомилась с основами таможенного законодательства, узнала тонкости работы с физическими лицами, также ознакомилась с оформлением документации. Хочется отметить, что для молодого специалиста важно знать не только историю своей страны, но и историю своей профессии. Хочется отметить, что Брестская таможня является наиболее многочисленной, а также наиболее старшей среди всех таможен Республики Беларусь. И в здании административного корпуса есть замечательная возможность прикоснуться к этой истории. Брестская таможня берет свое начало 20 ноября 1939 года. Она одна из старейших в системе. В многолетней хронике ведомства немало интересных задержаний и крупных выявлений. Все достижения брестских таможенников представлены на экспозиции. А наиболее отличившиеся сотрудники отмечены в новом разделе ветераны таможенной службы. Проведение такого мероприятия особенно актуально сейчас, в год исторической памяти. Брестской таможне большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодых сотрудников, их профессиональному становлению. Также на постоянной основе Брестская таможня ведет работу со студентами высших учебных заведений. Приоритет при подборе кадров отдаются, конечно же, специалистам таможенного дела, специалистам в области информационных технологий, выпускникам экономических и юридических специальностей. Проведение такого рода мероприятий помогает воспитывать у работников гордость за историческое прошлое своей организации, а также любовь к выбранной профессии. Александр Богданович, Андрей Щерб, Александр Вакаревич, телекомпания Буктовая.